Ну, мне сегодня посчастливилось быть на открытии выставки номинации «Голодой Третья Дима архитектура как искусство». Здесь очень много различных номинаций, и вот на открытии этой выставки прозвучала такая фраза, что архитектура – это застывшая музыка. Честно говоря, я не совсем понял реакцию в публике, потому что кто-то засмеялся этому, а кто-то засмеялся, хотя вот для меня как историко искусства это сразу стало понятно, потому что это еще в тысячи, сейчас я могу точно не путь, но в 1940-е годы немецкий историк искусства Фил Моуз Шеллинг как раз провозгласил этот розынг, и потом Пьёта использовал, при написании, что действительно архитектура – это застывшая музыку, что очень правильно сказано. И вот сегодня как раз музыка для нас что? Это гармония, архитектура что? Это тоже гармония классического ее понимания. И если вот какая-то, ну, допустим, какафония, да, нужно быть огромным специалистом, чтобы вот понять эту архитектуру, да, то же самое и в эту музыку, вернее, то же самое и в архитектуру. А вот главное должны быть пропорции, ее легкость, ее восприятие, и для того, чтобы, ведь что создает, в первую очередь, архитектура – это комфортную среду. И вот сегодня, да, что меня больше всего обрадовало на этой выставке – это студенческие работы. Вы знаете, вот, допустим, комплекс в Салехарде. Ведь как разумно подошли студенты, да, молодые будущие архитекторы, к восприятию, да, вот, допустим, береговой линии, да, и вот то, что для Петербурга сейчас очень актуально, мне кажется, и пугающе для меня, например, восприятие – это намобные территории. Есть же береговая линия, которую мы постоянно разбиваем, разбиваем, разрушаем, и что из этого происходит? Да-да-да, вот как-то. Мне-то вот это понравилось, такая эффектная работа. Так, дальше. Да, и среди студенческих работ, вот удивительно, да, работы российских студентов, все в одном ключе идет, и вместе с индейскими, да, почему? Потому что как раз четкое вот восприятие и пропорции, да, и понимание вообще того, что хотят построить. Потому что если мы сравним с другими же, вот, например, какие архитектурные частные, архитектурные частные домы, вот это то, что больше всего, ну, не то, что раздражает, а ничего интересного нового нет. Ну и вообще как-то нежилое офисное пространство. Абсолютно согласен с вами, да, потому что вот мы каждый раз ищем, что-то было удобное, ну, и интересное. Уютное. А тут вот, вот на мой взгляд, тут ничего интересного нет. Вот по сравнению как раз с студенческими работами, особенно вот мы смотрим на поселок Сосочное, даст тот Ярославский область и сохранение, и очень удачно вписывается и в современные конструкции. Кстати, так же, как и в Карелии, вот как раз в Кемском районе, да, гранитный карьер и сохраняется. Если пищохожные зоны, они разноуровневые и не развивают общего восприятия, и это действительно очень здорово, поэтому. Вот, ну и, кстати говоря, уже как бы совершенные проекты, да, вот как раз проекты реставрации в Ярославлицах в Новгороде. Это комплексная реставрация Музея народного зодчества. Вот то, что бы я порекомендовал, нужно ехать в Новгород и смотреть, потому что вот Ярославлицы помню очень хорошо, еще с 80-х годов прошлого века, когда студентом был там на практике, да, и вот очень корректная реставрация, да, и с современным предпособлением, то есть удобная входная зона получилась, и кафе, и ресторан, то есть это все очень вписалось, да, в существующую среду, и стало комфортно, удобно и не разрушает существующего ансамбля. Это очень важно. Да, ну и, конечно, по библиотекам. По библиотекам тоже, вот особенно лучший дизайн библиотеки имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, да, здесь, конечно, сразу же виден такая реминисцентная толчок от библиотеки Авраута в Выборге, да, но это очень корректно, да, и такую вот традицию восприятия, да, для чего библиотека? Для удобства пользования библиотекой, да, и для удобства здесь удобные столы, удобные стулья с компьютерами, это как раз то, из чего исходил Авраута, когда проектировал библиотеку в Выборге, да, чтобы можно было удобно и комфортно читать, заниматься, и вот здесь эта линия очень хорошо прослеживает. А вот за Вами памятники и вот памятник Блоку, по которому очень много споров, что Вы скажете? Ну, знаете, в принципе, вот если говорить, да, то ни один памятник мне не нравится, да, почему? Потому что, опять-таки, то, что мы говорили, да, нужно уметь почувствовать и город, городскую среду, чтобы этот памятник, он вписывался, и не был диссонансом вот общей культуре Петербурга, вот, или, как вот здесь, например, даже Достоевский, да, ну, вот я не вижу здесь образа Достоевского, какой он должен быть вот в моем восприятии. Ну, это вообще монстр, ну, я, честно говоря, его не видела, но вот по фотографии... Я тоже этого не видела, только здесь по фотографии смотрю, да, и действительно, вот это было Кронштадтское восстание, да? Ну, вот как Вы это можем почувствовать? Знаете, это вот какой-то грудометаллому, и это обидно, это обидно. Вот, между прочим, в Петербурге как-то с памятниками очень натужно. Вот я в Карелии была, в Петрозаводске, там гораздо интереснее, там, я уже не говорю про набережную, где подарки с разных стран, а они и сами ставят, и там как-то видно, что это Карелы создали, там какие-то вот есть такие вот нюансы, а у нас как-то вот вообще сплошной соцреализм с какими-то вот... Нет, но есть соцреализм, вот если Вы сейчас и говорили про реализм, да, то вот есть пример, ну, вот, простите меня, я вспомню про Павловск, что вот как раз пример, это вот буквально год назад в Павловске открыли памятник Анне Ивановне Зеленовой. Кстати, приятный. И был и конкурс, да, и здесь, в общем-то, вот мне кажется, что действительно было очень сложно выбрать и образ, и место, и пропорции, но, в общем-то, конечно, публики судить, но вот, судя по всему, что сейчас вот в Союзе Музея России все директора, на которые приедут, да, больше двухсот человек, да, выразили желание именно его посмотреть. Это тоже говорит о том, что как бы вот это и важное, да, и интересное памятник Анне Ивановне Зеленовой. Вот как пример такого реализма и памяти, уважения к нашей истории и к людям, которые многое сделали для сохранения наших культурных наследий, как бы памятник Анне Ивановне Зеленовой, вот его надо ехать, смотреть. Он хороший памятник, в нем и легкость есть, характер человека. Характер, да. А вот этот скульптор, он еще выиграл Шаляпина, памятник Шаляпина, который около Мюзик Холла, ну, театра Шаляпина нынче будет. Этот проект, вы тоже понимаете, и, ну, у меня просто нет слов, мне сложно говорить, потому что вот для Петербурга с его классикой, с его, это же музей, понимаете, вот когда, знаете, я вот вспоминаю сейчас одного чиновника, который говорил, это же город, это не музей. Нет, это в первую очередь музей-город, город-музей. Уникальный, вот, то есть мы живем в таком месте, в котором вот должны каждый день, мы ходим как в храме, и мы должны это ценить и сохранить. Что мы еще можем сказать вот про архитектуру, про эту выставку? Ну, что эту выставку нужно обязательно посмотреть, потому что она сложная, сложная, и заставит нас, в общем-то, и посмотреть, и оценить, и думать в конце концов. Потому что вот, кстати, американский интересный проект, да, мосты, город-мостов, да, ну, вот действительно, в Америке, вот когда в Нью-Йорке, здесь сразу такая реминисцентность тем, что в Нью-Йорке, когда железные дороги, они были на эстакадах, и стал вопрос о том, чтобы эти эстакады снести, и они сделали там скверы и прогулочные зоны. Поэтому это тоже, в общем, идея, мы видим, что она у них продолжается, да, поэтому одновременно, вот особенно для Петербурга, то тоже, где не хватает ни скверов, ни садов, ни зелени, да, в общем-то, вот, пожалуйста, идеи... И скамеек еще в Питере не хватает. Ну, главное зелени, знаете, когда вот в московском районе живые сейчас уничтожаются, аллеи целые, да, думаешь, как это возможно вообще, как рука может подняться, вообще спилить дерево, но... То есть, на Ваш взгляд, город должен развиваться в сторону экологии, создания парков, прогулочных зон... И сохранение исторических памятников... Исторических памятников, да. А вот должна вот новая застройка как-то соответствовать? Конечно, конечно. Что-то должно быть? А в каком виде это может быть? Ну, это уже как бы в каком виде тут сложно сказать, потому что это должно нам архитекторы представлять, поэтому, по крайней мере, должно быть оригинальное, интересное и достойное этого города. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Садон Алексей Николаевич, главный хранитель музея-заповедника Павловска. Спасибо.